Всем добрый вечер, четверг, 9 часов вечера, праздники закончились, и с вами снова программа Искусство Возможного, я ее ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях публицист Максим Соколов. Добрый вечер, Максим Юрьевич. Добрый вечер. Тема сегодняшней передачи это консерватизм. Консерватизм как явление в нашем обществе, консерватизм в российской политике, консервативная публицистика и вообще публицистика и политика. Максим Юрьевич, на ваших колонках в Коммерсанте, в первую очередь, я в свое время учился писать, прошло уже больше 20 лет, почти 25, наверное, да, где-то с 90-го года, с 89-го, насколько я помню. Первый номер в январе 90-го. Вот, ну, 25 лет формат, в общем-то, не то, чтобы сильно изменяется. Это достаточно консервативно, но насколько удается держаться в этом формате, какова эволюция, нужно ли следовать за изменением настроения общества, о которых мы поговорим более подробно, или нет? Ну, что до настроения общества, ну, видите ли, как-то времена меняются, и мы тоже меняемся. То есть, трудно сказать, что мы стоим, допустим, совершенно неколебимо, и то, что мы говорили 23 года назад, мы один к одному говорим сейчас. Скажем так, довольно часто, я лично, и, наверное, говорю и о себе, и не только о себе, боже, какие мы были наивные, а как мы молоды были тогда. То есть, поубавилось наивности, если угодно? Ну, наверное, да, потому что, так сказать, как известно, к старости человек делается более скептичен и, если угодно, менее амбициозным. То есть, ежели по молодости лет ему море по колено, то, когда года идут в старости, и люди уже в старости, то, скорее, он озабочен тем, чтобы не потерять то, что имеем. Ну, я бы, конечно, мог возродить, переведя пример господина Стуруа Мелора, который колумнирует и в свои там 80 с большими копейками, но, наверное, это некорректно. Нет, колумнировать — это одно, а вы говорили, как я понимаю, не столько про писание в каком-то конкретном жанре, сколько про некоторые проблемы, связанные с миросозерцанием. Ну, дело в том, что у публициста, насколько я понимаю, все-таки эти две вещи связаны напрямую. То есть, публицист, колумнист, человек, который пишет авторские статьи, он, собственно говоря, и выражает, наверное, собственную позицию в своем творчестве. Не, разумеется, но просто собственная позиция все-таки подвержена некоторым переменам, я исключений практически не знаю. Ну, а разумеется, может быть, за исключением каких-то пламенных людей. Пламенных людей я побаиваюсь, если честно. Пламенных людей, которые действительно остались абсолютно теми же, что 25 лет назад. Например, мой однофамилец Михаил Владимирович Соколов, который там на радио «Свободу», вот он действительно человек очень чистый сердцем, очень, так сказать, пламенный. В ваших устах, если я ничего не путаю, Максим Юрьевич, чистым сердцем, как правило, не всегда означает положительную, сильно положительную оценку, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, да нет, скорее положительную. Человек-то прекрасный. Нет, я понимаю, но чистым сердцем, об остальном же мы поговорим в другом месте. Я хочу задать довольно грустный вопрос. А именно, вот консерватизм. Слово это нынче, ну, немножко вышло из моды, но дело в том, что хуже, наверное, не то, что оно вышло из моды, хуже то, что оно получило какие-то совсем уж странные коннотации. Вот если вы помните, еще в 2003 году говорили, что вот консерватизм испортился, консерватизм отразделяется с газеты «Консерватор», что такое газета «Консерватор» мы не знаем, сейчас никто не помнит, что такое газета «Консерватор», ну, кроме радио, что меня и вас. А сейчас, собственно говоря, ну, и ряд других терминов тоже несколько подвергся, даже не инфляция, даже не знаю, как-то корректно назвать этот термин, но смотрите, кто у нас нынче известный консерватор? Ну, вот есть известный консервативный публицист Максим Юрьевич Соколов, да? Есть долгоиграющий консерватор, помянутый к ночи, Никита Сергеевич Михалков. Ладно, хорошо, но к этому мы привыкли, вот есть у нас такие консерваторы, есть, допустим, эзотерический консерватор Дугин, а сейчас у нас такое ощущение, что наиболее яркие, опять-таки, безоценочно яркие, я не говорю, что это хорошо, скорее наоборот, консерваторы — это господин Милонов и замечательные депутаты Железняка Яровая, например. Они же вроде как и выступают именно в консервативном стиле. Не знаю, как насчет Маркобеси, но формально это консерватизм, не так ли? Ну, понимаете ли, консерватизм, с моей точки зрения, есть очень такой хороший, простой, верифицируемый критерий консерватизма, а именно количество каких-то поправок законодательных, количество каких-то инициатив политических или иных, которые исходят от человека. Так вот, в этом смысле я, правда, затруднился бы назвать и Никиту Сергеевича, и Сергея Владимировича, и Ирину Юрьевну консерваторами, потому что они фонтанируют юридическими новеллами. Никита Сергеевич фонтанирует разными начинаниями, там все в области бизнеса, там это какая-то долгая история с авторскими правами и так далее. То есть, так сказать, для них, их консерватизму не хватает, ну, какого-то такого некоторого благодушного спокойствия. Они какие-то очень возбужденные, все время, так сказать, в огню борьбы. То есть, правильно ли я понимаю, что это, ну, даже не претензия, а просто некая констатация, как какого-нибудь условного Кирилла Фролова, консерватор должен быть менее, так сказать, подвижен, если угодно. Менее подвижен, как-то вот консерватор не должен производить впечатление, что его черти дают. В смысле, вот... Содержательный или именно с точки зрения темпа жизни, условно говоря, темпа своих законодательных инноваций? Ну, темп, ну, для начала темпа жизни. Потому что, прежде чем говорить о содержании, можно поговорить о темпе. Скажем, депутат Сергей Владимирович Железняк, уважаемый, ну, он в смысле законодательной активности, я бы сказал, даже горячки законодательной, он, ну, в общем-то, один мог работать за целую фракцию, а то и за две. Вот хорошо было бы, на самом деле, на мой непросвещенный вкус. Нет, ну, просто это действительно любопытная ситуация. Сергей Владимирович был у меня и на программе, несколько раз мы с ним пересекались. Я спрашиваю, что Сергей Владимирович, вот смотрите, захожу на сайт Единой России и смотрю предложение фракции Единой России. Получается, что там, ну, буквально через день на третий, через два дня на третий, появляется депутат Железняк с очередной инициативой, и, в общем, инициатива, как правило, сводится к тому, чтобы чего-нибудь запретить. То, что чего-нибудь запретить, это может быть даже консервативно. Ну, тут, я не знаю, может быть, вы меня поправите, но как-то уж больно часто. Ну, в общем-то, я бы не сказал, чтобы консервативно, потому что, если, понимаете, еще такое понятие медицине, консервативное лечение, так сказать, там... Не оперативное. Не оперативное, а, скажем, законодательные запреты, их разумнее сравнить с операцией. И операцию у нас делают с завидным постоянством на теле несчастного российского поселения. Что отсечь, что отсечь и так далее, и так далее, ну, вот, как-то вот это смущает меня. То есть, правильно ли я понимаю, что даже абстрагируясь от содержания законодательных новелл, проблема в том, что что-то наши нынешние консерваторы для консерваторов уж больно пламенные, если угодно. В общем-то, да. Вот, и, соответственно, сюда же еще один вопрос. Дело в том, что, да, действительно, подпортился как термин не только консерватизм, этот термин сейчас не самый частный, но, например, термин патриотизм. Ну, точнее, не он сам, разумеется, подпортился, а его выражение, скорее, даже выразители, которые не всегда вызывают понимание. Те же депутаты, та же госпожа Скобейда из комсомольской правды, которая сейчас у всех вроде как на слуху. Вот, смотрите, такое ощущение, что мы имеем какую-то такую странную кривую с начала 90-е годы, когда, ну, патриотизм просто стал, ну, совершенно не в дискурсе, не в моде, по достаточно очевидным причинам, хватая мешки, базар отходит, и вокзал отходит, наверное, да? Да. Вот, потом нулевые, когда вначале патриотов поклевывали, потом патриоты начали поклевывать окружающих, и, по крайней мере, это стал вполне достойный дискурс, которому начали прислушиваться и в медиа, и в обществе, и так далее. Ну, и сейчас, ну, мы действительно имеем, условно говоря, опять-таки тех же пламенных патриотов, очевидно, совершенно агитация настроена на наиболее массовые, то и маргинальные слои населения, то есть опять что-то испортилось, вот вы не находитесь? Ну, я, так сказать, даже не мог бы сказать, чтобы такое сильное присутствие вот патриотов было в обществе, или там в средствах массовой информации, бывало, что и посильнее бывало. А что касательно госпожи Скобейды, ну, я хотел бы не то, что с ней заступиться, но просто уточнить диагноз. Госпожа Скобейда просто по простоте ума или там еще по каким-то причинам, она, так сказать, перепутала, так сказать, перепутала бомо, перепутала острое словцо господина Александра Филиппова, сказанное где-то лет 10 назад, если вы помните по журналу, это Семен Серпент. Помню, помню, как-то знакомый. Да, вот как раз он, который вырвался, тоже про абажуры, но вырвался, безусловно, корректно. Это можно сформулировать корректно? Да, он... То есть многим все равно не понравится, но это не будет за грани приличия, если угодно. Да, он сформулировал так, что я не перестаю удивляться тому, какое количество евреев хочет стать абажурами. В общем, это действительно... Но это не пожелание для начала удивления. То есть мы можем предположить, что госпожа обозреватель комсомольской правды просто в недостаточной степени владеет пером, то есть мастерством журналиста. Ну, знаете, был такой анекдот, очень старый, очень старый, про генерала, который велелся ему Денщику загадывать загадки, но как-то вот слегка так перепутал. И вследствие чего, он блеснул в офицерском собрании загадкой, которую сказал ему Денщик, а именно без окон, без дверей, полно огурцов. И что бы вы думали, господа, ножницы? Вот у Скобейды получилось примерно вот такие вот ножницы. Ну, это, ну, скажем так, конечно, нет горечи горше, аки глупость, но когда из нее, так сказать, уже изображают и Лизукох, и Сяди Ад, ну, смешно. 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 С другой стороны, я вот сегодня не удержался, тоже выступил где-то в Фейсбуке. Дело в том, что статья господи Скобейды была ответом на текст господина Гозмана, к которому, я надеюсь, вернемся, он появится у нас сегодня в программе по телефону. Но в результате несчастного господина Гозмана уже тащат в Государеву палату на предмет, я уже не знаю, предания его чему. А, собственно говоря... Ну, собственно, вы же, по-моему, это даже писали. Нет, ну, нет, я не вполне понимаю, а в качестве кого. Я тоже не понял, видимо, это то ли учить уму-разуму, но я души надеюсь, что не лишать гражданства. Нет, а почему, скажем, допустим, не Артемия Андреевича Лебедева? Или там... Боятся, боятся наши депутаты Артемия Лебедева. Ну, не Алексея Алексеевича Бенедиктова, там, или просто не Юлия Леонидовна Латынина. То есть, в общем-то... Нет. Вы же сглазите при нынешней энергичности наших думаков. В смысле, так сказать, в смысле общественного звания Леонид Яковлевич как-то ничуть не более знатен. Ну, да, и, ну, конечно, можно вызывать на партсобрание, но, опять-таки, зачем? Кроме того, кроме того, в советские времена как-то делалось все иначе. Сперва-то нужно было бы провести партсобрание... В первичной ячейке, я полагаю. Да, Роснано. Вот, пускай там уже какой-нибудь партворк в Роснано с ним разберется. То есть, руководитель ячейки Единой России в Роснано вместе, разумеется, в порядке треугольника с Анатолием Борисовичем, и кто там у нас был третий, и лидером тамошнего профсоюза, рассматривают персональное дело Леонида Яковлевича и выносят соответствующее определение. Совершенно верно. И только потом уже, и так далее, и так далее. А здесь сразу с высшего законодательного органа. Ну, просто несерьезно. Понятно, спасибо. Я вот, если позволить, теперь от конкретики перейду к некоторой концептуальности, в хорошем смысле, впрочем, этого слова. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Дело в том, что по опыту всего вашего, корпуса ваших произведений, вас, по большому счету, может совершенно с чистой совестью отрядить категория постмодернизма. Тотальное цитирование, деконструкция и прочее. Причем, к более узкой, но тоже не нулевой категории постмодернистов, которые этот самый постмодернизм всячески ненавидят, всячески язвят, но тем не менее, по факту, подпадают под его классифицирующие признаки. Согласны ли вы с этим? Ну, по крайней мере, с тем, что я его всячески ненавижу и язвлю, полностью согласен. Ну, кто же мешает нам одновременно и ненавидеть его, и пребывать в нем. Прямо это нормальная ситуация. Мы, допустим, ненавидим, допустим, московский климат во всех его проявлениях, но тем не менее, в нем пребываем. Мы вернемся, ваше разрешение, к теме постмодернизма и постмодерна. А пока вот какой вопрос. Вот я крайне внимательно слежу за, так сказать, за вашими творческими, так сказать, деяниями. Где-то лет, наверное, 10 назад, боже, как мы все старые, от формы легкой филеетанистики мы перешли к более серьезным формам чего-то типа, условно говоря, проповеди и некого нравственного поучения. В хорошем смысле это условно. Если вы позволите перед ответом на этот вопрос, у нас на связи Борис Вадимович Межуев, обозреватель газеты «Известия», главный редактор портала «Терра Америка». Добрый вечер, Борис Вадимович, вы меня слышите? Да, да, здравствуйте, слышу. Вы меня слышите? Да, да, отлично, спасибо. Мы беседуем с Максимом Юрьевичем Соколом и обсуждаем судьбы российского консерватизма. Вот у меня возникает вопрос. Вот вас принято считать тоже консервативным мыслителем, консервативным публицистом, причем не нынешним консервативным, то есть такие, как, допустим, господа Милонов, Железняк и Яровая, а вот еще, так сказать, олдовых, как это принято называть времен. И вот мой вопрос, согласны ли, во-первых, с этим определением, во-вторых, что для вас персонально консерватизм и что вот в этом плане происходит у нас сейчас? Потому что у нас сейчас консерватизм начал какой-то появляться достаточно странный и, как тут поправил Максим Юрьевич, не совсем консервативный. Что можешь сказать по этому поводу? Знаете, когда стало слишком много консерваторов, и почти каждый уже консерватор в этой ситуации, ну, слуга, потеряла какой-то, знаете, как истершийся пятак. Как истершийся медный пятак не имеет какого-то уже ясного смысла и значения. Есть некий такой консервативный определенный темперамент, я думаю, вот и у Максима Юрьевича, и у меня при всей абсолютной разнице. А, вот, кстати, правильно ли я понимаю, что вот и то, о чем я говорил, Максим Юрьевич, вы тоже разделяете, что люди с темпераментом, условно говоря, Милонова, Железняка и Яровой, они уже какие-то странные консерваторы, именно хотя бы в силу буквально своей излишней, так сказать... Могли бы действовать на свой страх и риск, так условно говоря, как люди, по крайней мере, своих собственных убеждений пускают, даже реакционных, не то что консервативных. Вот, это было бы одно, но поскольку я как-то не очень верю, что все их действия обусловлены, собственно, их собственными убеждениями, мне кажется, излишне обсуждать их неруженческие... То есть, грубо говоря, это скорее марионетки, чем консерваторы. Тогда еще один, если позволите, небольшой вопрос, но есть же и другие примеры, причем, я бы сказал, что еще более разительные. Например, наш замечательный православный мыслитель Кирилл Фролов, который, судя по всему, как раз все искренне делает сам по себе, но впечатление это производит еще более кипучее и чудовищное, на мой непросвещенное. Ну, вы знаете, Кирилл Фролов это просто пример, ну, как бы так мягче сказать. По-видимому, как раз наоборот. Если у всех людей, я как-то не уверен, что есть серьезные глубокие убеждения, как раз у Кирилла Фролова они есть, но при этом он, в общем, не очень, так сказать, хорошо дружит с принципом реальности. Он не очень как-то видит, насколько конично выглядят некоторые его идеологические мантры, которые он бесконечно повторяет, в частности, в живом журнале. То есть, если у всех людей в шлемском реальности все нормально, то как раз у Кирилла есть некоторые проблемы именно с этим. То есть, он производит впечатление такого Дом Кихота, который, в общем, непонятно с кем борется, непонятно за что борется. Так, и тогда, если позволите, короткий последний вопрос. То есть, с одной стороны, ну, грубо говоря, умные, достаточно циничные люди, которые, грубо говоря, никакие не консерваторы, но исполняют консервативные установки, поскольку они сейчас модны. С другой стороны, люди немножко склонны к блаженству, юродивости и так далее, у которых, несомненно, идеи есть, но смотреть на них страшновато. А между ними-то что, вообще есть какое-то пространство? Нет, ну, между ними есть большое количество людей, потому что они предельно разрозненные, всякие возможности каких-то консервативных сетей были сломаны. Кем, когда? Я думаю, что по внешним, а скорее по внутренним причинам. Вот, есть множество достойных, интересных людей, которые пытаются сохранять верность своим убеждениям, которые они считают консервативными. Вот, пытаемся как-то их высказывать, но, на мой взгляд, чем более, так сказать, честные и интересные люди, тем более они одинокие. А как только они собираются в стаи, вот это сразу производится тяжелое и грустное впечатление. Грустно. Я понял. Большое спасибо, Борис Вадимович. Я напомню, что у нас в эфире был Борис Межуев, главный редактор портала ТРА Америка, обозреватель газеты «Извести». Максим Ильич, а вы, кстати, согласны с тем, что если консерваторы собираются вместе, то получается что-то не слава богу? Что же это за такие странные, нестадные животные, что если их собрать больше трех, то начинается какой-то гевант? А у кого получается, слава богу, если их собирать больше трех? В общем, по-моему, сказать, у левых, у правых, у зеленых, у серобурмалиновых, у либертариев, пролетариев, в общем-то, получается примерно то же самое. То есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что любые массовые, как массовые, больше трех, даже не совсем массовые движения, то же самое, по себе нечто подозрительное. Человек должен, ну, условно говоря, не то, чтобы анахарествовать, но, по крайней мере, сидеть и размышлять о одиночестве, посвящая себя, так сказать, медитации. Да не то, чтобы он даже должен был посвящать себя медитациям, я просто констатирую, то есть, в нашем отечестве, по крайней мере, когда собирались больше трех, почему-то всегда это производило... Ну, как, а сборник вехи, прошу прощения, там было больше трех авторов. Сейчас как раз вспомнил, но вот это случай такой редчайший. То есть, это исключение исправило, и лучше нашим мыслителям мыслить каждому в своем кабинете от греха подальше, я правильно понимаю? В общем-то, да. Спасибо. В общем-то, да. Так, у нас через три с половиной минуты перерыв, я вот все-таки вернусь к тому вопросу, который хотел задать. То есть, легкий жанр, забавный жанр, который вы исповедовали, легкий, но поучительный жанр, который вы исповедовали в 90-е годы, где-то на рубеже веков сменился на жанр, ну, слово «менторский» имеет негативные коннотации, но стало больше поучительного, несомненно. Может быть, даже при этом больше содержательного, не знаю, хотя нет, но стало больше поучительного, меньше забавно и стало более тяжеловесно. Не в плохом смысле, я просто констатирую. Это мы становимся старше и мудрее, или что-то меняется в жизни общества? Ну, мы становимся, если не мудрее, то, во всяком случае, старше. И рассудительнее? Ну, во всяком случае, старше. То есть, скажем, тоже способность о Боге рассуждать в забавном русском слоге и истинным царям с улыбкой говорить, она со временем утрачивается. То есть, может быть, человек по-прежнему способен, так сказать, и говорить истину, и осуждать о Боге, но как-то вот с забавным русским слогом и с улыбкой у него как-то получается, это все, может быть, все слабее, все труднее, ну, хотя бы просто потому, что юмор — это такой весьма редкоземельный металл, и при интенсивной эксплуатации... Месторождение может немножко выработать? Могут. Ну, в общем-то, на эту тему жаловались Ильфа Петров. Которые, позволю себе напомнить, скончались особенности Ильфа в достаточно нежном возрасте. Да. Да, хотя бы уж им, казалось бы, грех жаловаться на бедность месторождения, тем не менее. Любопытно. А с другой стороны, это... Ну, может быть, это и неплохо, с другой стороны? Ну, в общем-то... Переход к более серьезным жанрам, почему нет? Ну, в общем-то, это неплохо, но просто налагает более... Налагает новые серьезные обязательства, с которыми не всегда удается так управиться, как хотелось бы. Ну, на самом деле, тут я бы, пожалуй, возразил нашему гостю, который, на мой взгляд, немного скромничает. Дело в том, что усилилась содержательная нагрузка, может быть, в части поучительности, но при этом, как бы, юмор, то есть фирменная соколовская ирония, известная нам уже более 20 лет, на мой взгляд, никуда не девалась. Да, ну, конечно, латинский язык, условно говоря, не бесконечен, корпус текстов Алексея Константиновича Толстого не бесконечен, но, тем не менее, ну, может быть, за последние, там, 20 с лишним лет появились... Есть какие-то новые интересные имена в иронической журналистике, но, как мне представляется, эти имена всерьез можно пересчитать по пальцам, дай бог, двух рук, а как бы и не одной. Я думаю, что с этим наш уважаемый гость согласится. А мы сейчас уходим на паузу. Я напомню, что у нас в гостях публицист Максим Юрьевич Соколов и эта программа «Искусство возможного» с вами Сергей Ильин. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Мы продолжаем нашу передачу. Напомню, это «Искусство возможного» у нас в гостях Максим Юрьевич Соколов. Телефон в студии 8 495 65 10 99 и 6. Итак, мы возвращаемся к теме постмодерна, как я и обещал. Так вот, в каком-то смысле 90-е были, наверное, эпохой постмодерна в нашей стране. Потом началась, если говорить о внутренней политике, о политике общественной жизни страны, это Сурков. Вот какие были проблемы в эпоху Суркова, вот такую постмодернистскую эпоху Суркова, и в чем были эти проблемы, на ваш взгляд, и в жизни общества, и с точки зрения той повестки, которую вы освещали, в сравнении с теми же 90-ми. То есть, понятно, что говорить лучше или хуже вряд ли целесообразно, но концептуально, вот что изменилось для вас и в вашем, так сказать, видении окружающего, картины мира, если угодно? Ну, в 90-е довольно трудно было найти какого-то единого делателя и единого домиорга по политике. Скорее, это был какой-то гевалт, зачастую достаточно хаотический, чтобы не сказать, безобразный. А ежели даже и появлялся какой-нибудь такой домиорг Борис Абрамович, то был он как-то эфемерен. И демоничен. И недолговечен. Ну как? Он все-таки худо-бедно больше пяти лет-то продержался в тех или иных формах. Нет, в тех или иных. А то, что он был вот так сегодня, завтра, послезавтра, вот домиорг и домиорг. Вот, как это было, допустим, с уважаемым Владиславом Юрьевичем, такого, в общем-то, не наблюдалось. Потому что Владислав Юрьевич, так сказать, как-то рулил почти 10 лет. То есть как-то, так сказать, и мой Шурков со мной тоже стал, так сказать, песней целого поколения. Тогда как про Бориса Абрамовича такого сказать нельзя. То есть правильно ли я понимаю, что в каком-то смысле Владислав Юрьевич, ныне отставленный, занимался тем, что, в числе прочего, ну, структурировал пространство? В общем, да. А это хорошо или плохо? То есть, в принципе, хаос это, по идее, всегда плохо, но можно структурировать так уж, лучше бы уже никакой структуры не было. Или любая, даже самая плохая структура лучше, чем без структуры? Ну, по первоначалу, любая структура все-таки лучше, чем без структурной, без основной. И, главное, длящийся достаточное время хаос, в общем-то, в 90-х, этот хаос, ну, 10 лет достаточно много, потом это стало надоедать. Но, понимаете, всякий демиург, он как-то несколько увлекается своей ролью и утрачивает чувство реальности. Чувство реальности, причем даже не в смысле там каких-то финансовых ресурсов, в смысле там каких-то, ну, таких вещей из чисто политологического арсенала, он утрачивает чувство реальности, скорее, самой управляемой им материей. То есть, он уже, так сказать, начинает конструировать нечто странное. Но конструировать не в пределах, собственно, черепной коробки, а вот именно конструировать на политическом поле. Да, значит, он конструирует нечто странное, причем странное и, так сказать, неудобо реализуемое уже безотносительно к ресурсам. То есть, грубо говоря, какие бы у вас ни были ресурсы, ну, у вас не получится создать круглый квадрат или деревянное железо. А тут, по вашему ощущению, же в последние времена начались подобные попытки? Ну, в общем-то, да. Так, хорошо, вопрос, который я задаю чуть ли не каждому своему гостю. Ну, хорошо, еще до отставки было понятно, что теперь у нас внутренней политикой занимается не господин Сурков, а господин Володин. Вот некоторые говорят, что это ужасно, и это очень плохо, потому что вот было мудро и премудро-коварно, если угодно, Сурков, а теперь какой-то простой и грубый Володин. Некоторые, наоборот, говорят, что авторитаризма при Суркове-то было гораздо больше, а сейчас хоть какой-то воздух дали. Вот я понимаю, что этот вопрос достаточно тонкий, но вот ваши ощущения, вот одна эпоха сменила другую, что хорошо в той эпохе, что хорошо в нынешней, что может быть лучше на ваш вкус, где вам лучше дышаться или дышалось? Вот ощущения, если можно. Я могу сказать так, что поскольку я вообще человек консервативный в том числе и в области привычек и вкусов, не люблю ничего менять, квартиру, мебель там и так далее. Не будем о грустном, у меня сейчас два ремонта подряд в квартире, и в этом самом деле. Это очень тяжелые задачи. Ну вот, поэтому привычка свыше нам дана, за меня счастье она. Это великая в обычае сила. И в этом смысле, так сказать, эпоха Суркова, казалось бы, ближе, ну потому что, в общем-то... Привычно. Да, привычно прожили там изрядно. Да. Вот. С другой стороны, если, опять же, говорить о вещах чисто верифицируемых, проверяемых, то, в общем-то, ну, допустим, какие-то там выборы и злоупотребление на выборах. То есть то, что делает страшный Володин, это, так сказать, какие-то детские игры, робкие, по сравнению с тем, что творилось с призракой. Нет, ну если говорить о выборах, в конце концов, можно вспомнить, и 96-й год, там тоже, говорят, по-разному было. Ну, понимаете ли, скажем, ну вот, можно судить там, просто по Москве, и как это, в общем, проходило в Москве, так сказать, еще в благодатную эпоху Суркова. Вы имеете в виду 2011 год, или вообще вот весь, так сказать, массив выборов? Да, весь массив, то уж, я не знаю, какого вам еще непотребства нужно. Как раз, понимаете ли, Володин, с точки зрения суммы непотребств, в общем-то, гораздо более умеренной. Другое дело то, что к нему предъявляются совершенно иные претензии. Ну, стилистические, насколько? Ну, нет, наверное, не только стилистические, потому что, скажем, Людовик XVI был, в общем, такая совершенно божья корова, а его все именовали, там, страшным коронованным тираном, так сказать, зверем хищным и так далее. То есть, они просто, ну, забыли, что было совсем недавно при Людовике XV. Тут, в известном смысле, то же самое и тут. Просто сейчас публика усвоила себе некоторые принципы, не спорю, весьма такие возвышенные, весьма превосходные, и стала применять их, так сказать, хвостом гриву к нынешнему политическому управляющему товарищу Володину. К прошлому товарищу, управляющему, Глославу Юрьевичу Шуркову, эти принципы как-то применялись очень снисходительно или вовсе не применялись. Если бы применить нынешние требования к тогдашнему Шуркову, ну, в общем, не знаю, не знаю. Я понял, спасибо. Так, ну, у нас, наконец-то, появился еще и идеологический оппонент, если угодно, Леонид Яковлевич Гозман, политик у нас на линии. Леонид Яковлевич, здравствуйте, слышите ли вы меня? Да, здравствуйте, я вас слышу. Не очень хорошо, правда, как-то тихо очень. Вот, а насчет идеологического оппонента, если вы про Максима Юрьевича, то, вы знаете, я искренне убежден, что всегда лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Поэтому я рад. Поэтому мы вам и позвонили. Рад знакомству. Нет, ну, я, в смысле, рад этому контакту с Максимом Юрьевичем. Леонид Яковлевич, вот какой вопрос. Мы обсуждаем тему консерватизма в политике. Вот, что бы вы могли сказать по этому поводу, и как нынче консерватизм, а также охранительство, выглядит, вот, на сегодняшний день. Понятное дело, что я держу в голове известный инфоповод, и к которому я, с вашего разрешения, вернусь в следующем своем вопросе. Но пока... Известный инфоповод, так сказать, с вашим участием. Вот. Но к нему, если вы позволите, вернусь попозже. А пока хотелось бы начать с более общего рассуждения. Что, в вашем понимании, консерватизм в российской политике, в российской обществе? В смысле, что есть или что должно быть? Для начала, что есть. Что есть. Ну, есть, но как такового в России, в России, в России нет сегодня. А в обществе? Потому что есть... Да и в обществе толком, непонятно. Есть хаотические такие какие-то движения, да? Потому что, знаете, консерватизм, это прежде всего, ну, как мне кажется, да, консерватизм, это в значительной степени правоприменения. Потому что для того, чтобы что-то поддерживать, надо иметь возможность это поддерживать, да? То есть надо иметь законы, надо иметь правоприменение. Тогда, действительно, мы говорим, ребята, вот это вот всегда было так, и это сейчас тоже будет так. Вот. И как бы это веками освещено, и мы это проводим в жизнь, да? Но для этого нужно правоприменение. Правоприменение, по-моему, поскольку ни черта нет, то это, в общем, не очень работает. Кроме того, мне кажется, что те, кто задают, сегодня российскую политику, начальство, прежде всего, кремлевское, разумеется, оно вообще никакой картинки не имеет. Понимаете, вот я предпочел, чтобы у них была какая-нибудь картинка будущего России, например, с которой я не согласен, но чтобы она была. У меня такое ощущение, что у них этой картинки нету. А у них, в общем, сумбур вместо музыки и сплошной хаос. Потому что, ну, с одной стороны, у нас на основании решения Трульского собора сажают, значит, этих дурочек за пляску, да? А с другой стороны, мы вступаем в ВТО. Я приветствую вступление в ВТО, но я не вижу целостной картины. Вот он меня сильно, так сказать, беспокоит. Я понял. Спасибо. Еще один, если позволите, вопрос. Действительно, привяжемся к новейшим событиям. Оставим в покое консерваторов как идеологию, хотя это интересно. Но вот я догадываюсь, что вас смущает нынешняя, так сказать, форма охранительства. Скажу вам честно, что от вашей известной статьи, вот лично я категорически не в восторге, но то, что поднялось после этого, честно говоря, смущает уже даже и умеренных консерваторов, и даже умеренных охранителей. Вот как вы думаете, почему вообще все это происходит? Мы не обсуждаем в данном случае качество вашей статьи. Возможно, она прекрасна, возможно, она глубоко ошибочна. Неважно. Но вот тот респонс, который пошел ответ, откуда она вообще берется? Ну, понятно. Просто завтра, что я не считаю ее прекрасной, но я точно не считаю ее ошибочной. Я эту свою точку зрения готов повторять. Нет, это в данном случае мы говорим не о точке зрения, а совершенно неадекватной реакции. Вы знаете, мне кажется, что это неадекватная реакция. Я рад, что умные люди с этим согласны. Спасибо. Значит, это неадекватная, по-моему, реакция, связана с тем, что им, а, нечего делать. Вот. Но, понимаете, этот орган Государственная Дума, он как бы нафиг никому не нужен, оказался, да? И они такие, у них такое, знаете, ощущение невостребованности, ненужности. Они все время пытаются что-то придумать. То они запретят махериться, понимаете? Нет, не понимаю. Ну, смотрите, вот они запретили, они озаботились матом в средствах массовой информации. Да я знаю, Леонид Яковлевич, я с Железняком несколько раз на эту тему ругался. Не матом, выражаете? Ну, замечательно. Так вот, я говорю, вот им, первое, им нечего делать, да? Второе, второе, они, очевидно, понимаете, вот есть тренд в стране определенный, да? И вот это вот, как ее же, не знаю, назвать, они запретили называть проституток проститутками. Так вот, не нужно нам тут это. Нет, они запретили, я ее не называю. Я ее не называю. Окей. Вот, вот эта девушка, которая публиковала, достойная женщина, которая публиковала этот текст про абажуров комсомельской правды, она просто, как мне кажется, она немножко забежала за флажки. Вот сегодня этого еще нельзя. Но, может быть, через месяц это будет уже можно. Вот меня, понимаете, меня вот то, что они устраивают сейчас, да, весь этот цирк, он меня, с одной стороны, радует, потому что я бы очень хотел, чтобы они не струсили и довели дело до суда, вот с поздно, нормально струсили, может, они со мной не струсят, да? Чтобы был действительно суд, чтобы было разбирательство. Суд над кем? Дело в том, что формально состав 282-й, если уж на то, пошло не в ваших действиях, а в действиях госпожа ЖСК и Беды, если уж на то. Ну, это понятно, но меня очень огорчает, так сказать, вот эта ситуация, действительно, потому что она является проявлением вот этого движения к запрету всего. Она является продвижением к попытке контролировать не только действия, но и мысли граждан. А это путь в тупик. Понимаете, вот государство, которое было на территории нашей страны еще недавно, там, чуть больше 20 лет назад, оно шло этим путем, и я думаю, что оно шло этим путем, было одной из причин того, что это государство не выдержало и рухнуло. Ну, много было причин, но в том числе и это. Мы уже ходили этой дорогой. Я понял. Леонид Яковлевич, огромное вам спасибо. Я откланиваюсь, я напомню, у нас в эфире был политик Леонид Гозман, который сказал массу всего интересного, то есть совсем даже массу. И вот если позвольте, Максим Юрьевич, вам несколько вопросов. Вопрос первый. Это же не лично господин Гозман придумал, что вот эта теория, что гайки все закручиваются и закручиваются, запреты все больше и больше, и ах, к чему это приведет. Вот нужно ли к этому относиться совсем с юмором, или все-таки количество запретительных законов и прочь, оно как вообще, нет ощущения какой-то неприятной тенденции? Ну, у всякого есть свое ощущение. У меня, например, свое ощущение в области табака, 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 табака и на питье. Когда они пришли за курильщиками? Да, совершенно верно. То есть, с другой стороны, мне не очень понятно, что здесь от нашего конкретного режима, глубоко несовершенного, а что здесь от общей мировой тенденции. А тут это и другое. Если вы мне назовете хотя бы какую-то страну, которая наблюдается движение в обратном направлении, ну, боюсь, что с такой страны нет. А нет ощущения, что мы берем не худшее, но наиболее запретительное из западного опыта, то есть, например, та же самая борьба с курениями, борьба за авторские права и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, добавляем еще какой-то доходящий до абсурда защиту прав, я уже не знаю, верующих на меньшинство и так далее, чего, допустим, на Западе нет. То есть, ну, вы же сами неоднократно писали, что зачем еще употреблять какие-то новые статьи за оскорбление верующих, когда есть уже вполне себе работающий уголовный кодекс, и при наличии нормальной правоправительной практики это более чем достаточно. Да, нет. То есть, грубо говоря, статья за хулиганство еще никем не отменялась. Ну, понимаете, это отдельная тема. Да, разумеется. Статья за хулиганство, она так сформулирована, что в действительности по ней никого нельзя посадить. Как это за хулиганство нельзя? Очень даже можно, так называемая, бакланка. Или вы имеете в виду именно из оскорбителей чувств верующих? Вы почитаете нынешнюю формулировку, то просто мы гуляли, вышибались под окон косяки. Неужели нас засоют за такие пустяки? Нет, не засоют. Потому что вот, если угодно, беспричинная агрессия, она под этот, что всегда считалось сутью хулиганства. Не корости ради, а веселья ради. Да, да, да. Куража. Да, куража. Так вот, как раз это, этого деяния, нынешняя статья о хулиганстве не предусматривает, а предусматривает там основы национальной или религиозной, классовой и черной, от какой ненависти. Нет, подождите, 282, если я не ошибаюсь, статья о хулиганстве у нас отдельно. Нет. А, то есть у нас и хулиганство все больше именно вот этого. Да, да, да. И 282, которое радостно дублирует. Потому что я помню, что в уголовном кодексе Российской, Советской Федеративной Социалистической Республики была статья 206, где были довольно подробно изложены квалифицирующие признаки хулиганства, никакой экстремизма тогда не предусматривалось. И по-моему, все очень хорошо получилось. Нет, ну это уже отдельная больная тема, потому что если убрать вот эти самые из Советского Кодекса соответствующие политические и идеологические статьи, ну и экономические, то вот как раз в области обыкновенного грамотного криминала все это было составлено гораздо грамотнее. Я понял, спасибо. Вот раз уж мы вернулись к, то есть вернемся, если позволите, к персоне Леонида Яковлевича Гозмана, который сейчас позвонил, то есть это, насколько я могу судить, ваш идеологический оппонент, но он как бы сразу оговорил, что это благожелательный оппонент, между вами благожелательные отношения. Но, собственно, я хочу поговорить, грубо говоря, о проблеме рукопожатности, если угодно. Дело в том, что сейчас, ну это уже, конечно, не первый год, но крайне модно стало несколько с высока в медийно-экспертной тусовке посматривать на охранителей, консерваторов и так далее. И наиболее яркие фигуры, условно говоря, в охранителе, в консервативном, если угодно, лагере, как правило, от этого зачастую страдают. Я думаю, что, в общем-то, с этим согласитесь и вы, поскольку от вас, скажем, отворачиваются многие, ну не многие, но некоторые, скажем так, бывшие несомненные поклонники, становятся, ну не то чтобы злейшими врагами, но, по крайней мере, переходят на позиции крайне скептические. Ну я могу назвать несколько фамилий, но я думаю, понятно, о ком я говорю. Вот, ну я не хочу ставить глупый вопрос, что в этом виноваты вы или они, поэтому сформулирую, собственно, то же самое, но более аккуратно. Почему так происходит? И как это трактовать? Ну, в общем-то... Нет, понятно, что нечервонец всем мил не будешь, но... Ну, во-первых, нечервонец. Во-вторых, ну, если вы посмотрите за тем, как развивается, ну, практически в любой стране или в любую эпоху на протяжении двадцати с лишним лет взаимоотношения в задорном цехе, так сказать, пишущем цехе, ну, в общем-то, вы обнаружите там очень много похожего, причем зачастую даже без какой-нибудь политической подоплеки. Да нет, ну, люди могут там неудачно выразиться, это понятно, бить друг другу, морду не потелить женщину и так далее. Нет, ну, понимаете, там, ну, возьмите на наших русских классиков, понимаете, там, вроде как-то, они вроде и женщинами-то управлялись, и вроде даже морду другу не били, но с ним отношение между ними, скажем так, оставляли желать лучшего. И это всюду. Нет, это творческие личности, в любом смысле, опять-таки, богемы и так далее, то есть, грубые нравы. Но тут речь именно о том, что вот есть некий человек с консервативно-консервативной, скажем так, позиции, то есть, ваш консерватив в том, что вы занимаетесь консервативной политикой, прошу прощения за умышленную тавтологию. И люди, которые еще вчера наслаждались, так сказать, творчеством данного конкретного консерватора, сейчас говорят, что как-то он уж больно консервативен, нехорошо. То есть, получают, что дрейфуют они все-таки, или что вообще происходит? Или, может быть, дискурс становится более жесткий, и дедеологизированный человек, которому нравится нечто конкретное, в какой-то момент уже попадает в такое окружение, что говорит, э, нет, вот это неправильно. Это были мои грешки, что мне это нравилось. На самом деле, мне это нравиться не должно. Может быть, так? Ну, мне просто интересен этот феномен, я прошу прощения, в данном случае вы выступаете в роли, ну, некого, если угодно, эталона. То есть, отношение к вам, это именно отношение к консервативному охранничеству во многом в целом. Хороший индикатор. Ну, понимаете, всего понемножку. То есть, здесь вот сказать, чтобы, так сказать, вот один объект, он в абсолютных координатах был неподвижен, а второй двигался, невозможно. Ну, та сторона, все-таки, хоть там и много народу, более пластична, наверное. Ну, здесь, да, она более пластична, как мне кажется. Но говорить о том, что я, ну, скажем, не совершаю тоже никакого движения, было бы тоже неверно. То есть, понимаете, здесь движется наблюдатель, движется наблюдаемый, ну и, наконец, движется... История? Да, движется история. И получается, вот... Вот это, кстати, хорошая позиция. Это вопрос, который меня всегда интересует, применительно, там, я не знаю, к нашим, к не нашим. Кто первый начал? Вот так и в нашем случае. Вы тоже, в общем-то, подвергаете оппозиционеров, ну, достаточно жесткой критики. Если, там, скажем, господин Гозман от вас тоже особо жесткой хулы не получает, то к остальным это никоим образом не относится. Например, там, господа Немцов, Прохоров и так далее. Итак, вот, опять-таки, может быть, действительно, кто первый начал? Потому что вы, скажем так, оппозиция часто попадает, скажем так, вам на язык и на перо. И, как правило, подвергается отнюдь не столько хвале, а сколько хуле, однозначно. Заслуженно, незаслуженно, другое. Просто я, допустим, считаю, что заслуженно. Вот, опять-таки, кто первый начал? Ну, я думаю, что в большинстве случаев, в подавляющей большинстве, я первый начал. Потому что господин Прохоров... Ничего плохого про вас не сказал, а имел возможность услышать из себя массу всего интересного. Ну, да. Вот, например, так. Хорошо, ладно. Ну, вот, смотрите. Ну, допустим, есть господин Прохоров. У него, как бы, все хорошо. И если его ругает господин Соколов, может быть, ему это даже ильстит. Хотя, по-моему, вы не ставите перед собой такой целью. Судя по тому, что я видел. Вот. И, допустим, есть господин Немцов, есть госпожа Собчак и так далее. Ну, хорошо. Ну, вот, например, господин Навальный. Да? Да. Господин Навальный сейчас сидит, находится в ожидании решения суда. То есть, точнее, в судебном процессе. И вы, как человек, который все-таки всегда призывали милость к падшим, если перефразировать в более интеллигентную форму те вопросы, которые вам задают по этому поводу, зачем вы трогаете Навального, когда он сейчас бодается с судебной системой? И зачем его еще подъилдыкивать по линии публицистики? Ну, потому что публицистика его плохая. И потому что он очень плохо строит свою защиту от судебной системы. И, ну, скажем так, если бы он просто бодался и не содержал по себе большое количество безрассудных приверженцев, то, наверное, так сказать, легче было бы промолчать. Но в ситуации, когда он ведет активную политику, причем отнюдь не только по поводу Киров-Леса, а по поводу всех явлений природы и общественной жизни, ну, вот, так сказать, блюсти, обид, молчания по поводу господина Навального труднее. А если говорить, допустим, о таких персонах, как Удальцов, Лебедев, Развозжаев, то же самое или все-таки не совсем им сейчас высказать сложно? Заметьте, что все названные вами персоны, в общем-то, в гораздо меньшей степени фонтанируют суждениями о всех явлениях природы и общественной жизни. Ну, им сейчас сложнее. У Удальцов под подпиской, Развозжаев за решеткой, Лебедев уже приговорен. Да. Ну, вот это как раз тот самый случай, когда можно милость к вашим призывать. Угу. Это хорошо. И тогда вот раз уже затрону тему безрассудных приверженцев, совершенно неожиданным, а последним, наверное, в этой передаче вопрос, безрассудными приверженцами славился в той или иной степени безрассудными господин Лимонов, который на сегодняшний день ваш коллега по публицистике в газете «Известия» и, с одной стороны, ну и бывший руководитель ряда известных всем организаций, а сейчас занимается именно тем, что вовсю гвоздит несчастных оппозиционеров, причем всех подряд. Вот как следует понимать его позицию и как следует относиться к нему с консервативной точки зрения? Ну, с консервативной точки зрения у Лимонов есть только одно качество, хорошее. Острый, проницательный взор. Он действительно... Наблюдательность? Наблюдательность. То есть писатель, который видит детали, да? Да, да, да. В этом не откажешь. В остальном же, понимаете, он всю жизнь как-то любил только самого себя. Ну, театр одного актера. Да, театр одного актера, любил только одного самого себя. Ну, чем можно объяснить и какие-то эскапады прошлого, и, соответственно, эти самые еремяды нынешнего времени. Ну, вы знаете, если угодно, 20 лет назад, при... где-то в центре на Манежной Эдуарда Вениаминовича милиция хорошо побила, дав ему ногой здорового леща. Эдуард Вениаминович не менее долго и жалобно рассказывал, сколько они нехорошо сделали. В принципе, они сделали действительно нехорошо, получать ногой по заднице это неприятно. Но если учесть, что как боролся, что это был тот период, когда Эдуард Вениаминович призывал до смерти... А, да, 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 а также Сталинберия и ГУЛАГ, помню, помню. Вот. То есть, Гроссмейстер не балует соперников разнообразием, и единственное, что время от времени не так уж часто меняет дебюты, как я понимаю. И спасибо. И на этой ноте, с вашего разрешения, мы заканчиваем сегодняшнюю программу искусства возможного. Я напомню, что с вами был Сергей Ильин, а в гостях у нас был публицист Максим Юрьевич Соколов. Я прощаюсь с вами, до встречи через неделю. Все.